Это наш медицинский центр. Здесь мы оказываем все медицинские услуги. Это амбулатория. Здесь у нас имеются все врачи, начиная от семейного врача, терапевта, до всех узких специалистов, лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ и скорая помощь. Меня зовут доктор Хаят Вакас. Я семейный врач. В общем, я работаю с иностранцами континентами. Оказываем мы медицинские услуги. Это посольства разные, которые находятся в Альматы, в Астане. И у нас большие компании тоже иностранцы. Они тоже у нас обслуживаются. Альматы, которые находятся в Альматы, в Альматы, в Альматы. Это кабинет семейного врача. Вот это кабинет семейного врача. Это мой кабинет. Принимаю здесь пациенты ежедневно. Прием делается по записи в основном. Но экстренные пациенты, их и принимаем без очереди, и в экстренном порядке. Родом я из Пакистана. Приехал в Казахстане в 2006 году. Я даже дата помню, это 11 января 2006 год в Альматы я прибыль. Поступил я в медицинский университет города Семи. Там учился я 6 лет, до 2012 года получил диплом. И потом я уехал на родину, там год работал. Это считается как повышение квалификации еще дополнительное. Потом приехал я обратно в Казахстан. Я вам скажу честно, откровенно, можно сказать, что я эти 6-7 лет, которые я учился, я привык к Казахстану. Привык в том плане, что мне здесь нравится спокойно, тихо, народ дружелюбный. И у меня здесь уже в протяжении сколько лет есть тесные друзья семейные. Вначале была проблема с языком. Кто сюда приезжает, иностранцы, вот когда мы общаемся, самая большая проблема у них это язык. Потому что многие приезжают, знают английский, русский или казахский, это совершенно другой язык. И затрудняются немножко. Но молодежь сейчас в Казахстане, они уже начинают английский изучать. И уже говорят в магазинах, например, в больших торговых центрах, в больших ресторанах уже на английском говорят, обслуживают на английском. Как я являюсь семейным врачом, это обозначает, что я смотрю все нозологи первичные. Потом, дальше, если человек нуждается, мы его можем направить к узкому специалисту. Это элементарно все нозологи, начиная от обычного гриппа, простуды, до пневмонии, бронхитов. Также заболевания ЖКТ, по гинекологии, по урологии. Заходите. Присаживайтесь. Меня сейчас на данный момент беспокоит температура уже третий день подряд. 38-38,5. У меня есть боль в грудной клетке, чуть-чуть жжение чувствую. Боль в горле, когда глотаю. И слабость. Скажите, пожалуйста, лекарства какие-то принимали? Нагрузка, не скажу, что большая, но в день 18-20 человек. Это для одного штата нормальная загрузка. В Казахстане меня все-таки здесь более спокойно. Могу сказать, ситуация в стране, как вы видите, весь мир сейчас не везде так спокойно. Ни свободно, ни спокойно. У меня коллеги, друзья, они много где работают за границей. В Европе, в Азии, в разных арабских странах. Много где хорошо, но я считаю, что меня здесь лучше. И мои друзья, которые меня посещают временами, это из Европы, из Германии были у меня друзья, коллеги, врачи. И с арабских имаратами. И в принципе, им они тоже хорошие отзывы о Казахстане. Я могу открыто сказать. Пожалуйста. Казахстане, скажу, дружелюбные люди, потому что гостеприимные. Я здесь, например, не ощущаю, что я нахожусь в чужом месте, где меня будет. Я буду волновать или где меня будет не близко что-то. Дружелюбные и хорошие люди в том плане, что могут помочь. Просто скажу элементарный случай. Например, в дороге где-то я сломался в машине. Подряд три машины остановились. Меня спрашивали, в иностранец стоит, там лицо видно, сразу в иностранец. И спрашивали, чем можем помочь вам. И реально оказали меня там. Помочь элементарно. Кольцо поменять. Семья рядом была. И еще такие жизненные случаи много. Здесь в любое время дети, женщины могут на улице видеть. Никто их трогать не может. Например, это гарантия. Мы так ощущаем в себе. Приехали даже мои родители в прошлом году к мне в гостях. И они тоже приятно удивились в Астане. Что здесь чисто в плане. Все по дисциплину, можно сказать. И безопасно. Безопасно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кабинет рентгенов у нас сегодня до сколько работает? Сегодня до 8. Окей, хорошо. Завтра к мне сколько прием пациентов записано? Завтра к шестерам. Шестерам? Со скольки до скольки прием? С 9 до 6. Спасибо. Я много где работал. В Символатинске, в Шимкенте, в Астане сейчас. Не сложно найти общий язык с местными сотрудниками. Очень хорошо работает. Коллегиально. А если что-то надо, помогают. Подсказывают. Материально-техническая база в сфере медицины в Казахстане очень хорошая. Современная-современная аппаратура. Я видел в многих больницах. И больницы тоже новые. Они сравниваются с уровнем Запада. И как здания, так и аппаратура. Я скажу. Просто страна молодая. Я скажу. Немножко надо будет время, чтобы поднять уровень профессионал-медицинского персонала. Профессионализма. Сейчас тоже очень хорошо. И хорошие показатели. Но если... Со временем, я думаю, еще больше будет. Главное, что правильно все поставить и все пользоваться. У Казахстана есть большие, огромные натуральные ресурсы. Это весь мир знает. Страна богатая. Очень богатая страна. Нефтегазы. Во всех ресурсах. Огромная земля. Главное, что правильно все использовать. Это касается и медицины. Пока я здесь. Дальше посмотрим, как судьба покажет. Я всегда так говорю, что дальше видно будет. Я вам скажу, что всегда не может человек предполагать, что точно что будет. Но пока здесь нормально. Мне нравится. Я пока здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Редактор субтитров А.Семкин